В эпоху виртуальной бестелесности родилось и новое понятие — цифровое бессмертие. Есть, безусловно, такая теория о цифровом бессмертии, которая гласит, что все наши мыслительные процессы, все наши черты характера, все наши особенности, как личности, можно оцифровать и загрузить в различные системы, будь то робот, или будь то чат-бот, или что угодно. Конечно же, это не является бессмертием, переносом личности человека в традиционном понимании этого слова. Ты не воскреснешь в виде цифрового кода. Но для родных, близких это может, безусловно, стать каким-то успокоением и каким-то ощущением твоего присутствия. Футурологи обещают дивный новый социум, примерно такой, как мир Дикого Запада, отразившийся в черном зеркале. Это не просто метафора, а название сериалов о том, как в мире обетованном, человеческом, землю, воздух и эмоции, жизнь и даже смерть с людьми делят роботы-андроиды с искусственным интеллектом и цифровые бессмертные двойники. И с 2019 года, с конца мы запустили производство человекоподобных роботов, которые будут иметь внешность любого человека. Они будут обладать мимикой, эмоциями, кожей, волосами. То есть они будут копировать настоящего человека. Значит, эти продукты относятся к направлению сервисной робототехники. По данным Международной Федерации Робототехники, рынок сервисных роботов к 2025 году вырастет до 22 миллиардов долларов.